С момента, главное говоря, полной экономической свободы, мы будем это видеть просто на глазах. Чтобы в этой пенсии человеку хватало путешествовать, купить отель, или просто купить себе Феррари и на ней ездить. Я так вижу, что для того, чтобы быть богатым, не нужно выходить из зоны комфорта, не нужно менять профессию, или становиться предпринимателем, если вы не предприниматель. Добрый день, вечер, ночь, утро, или любое другое время суток, когда вы нас смотрите, или слушаете, в крайнем случае, потому что смотреть на нас двоих в фоне черной стенки, наверное, долго, но будем надеяться, что вы будете слушать. Будете слушать, о чем мы говорим, а говорить мы будем с Владимиром Поперечняком. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дмитрий. Говорить будет, как всегда мы говорим в нашей рубрике «Три четверти», будем говорить о либертарианстве, будем говорить о свободе, о свободе экономической, о свободе вообще. Вы, Владимир, один из немногих крупных предприятий, который честно признается, что я либертарианец, правильно? Да. Да, приезженец австрийской экономической школы. Просто из немногих, один из единиц, наверное, потому что я, кроме себя и, наверное, своего партнера Вячеслава Климова, других либертарианцев пока еще и не встречал. Ну, вот мы сейчас и выясним, какой вы либертарианец, на самом деле. Ну, выясняйте, хорошо, выясняйте. Ну, для вас и наших постоянных зрителей, вообще-то не нужно объяснять, что такое либертарианство. И, ну, вот на наш канал бывает забредают, как и у вас в комментах обычно на Фейсбуке, забредают разные странные персонажи. Вот для них мы, я сделаю небольшое отступление, наверное, опять я сейчас буду говорить, я хочу меня извинить. Итак, для либертарианцев является базовым принцип самопринадлежности. Ну, самопринадлежность на себя, на свою собственность, на которую никто не может посягать. Либертарианцы делятся в основном на две большие группы, два течения. Одно из них это анархокапиталисты. Ну, такое немножко пугающее слово, потому что есть присутствие слово анархист. Ну, его придумал Ротбард, мы уже с этим ничего не поделаем. Если кому-то страшно, можно сразу выключать и уходить. Ну, просто идея в том, что анархокапиталисты считают, что есть свободный рынок, есть свободная экономика, этого вполне достаточно. Уважение частной собственности. Для этого не нужно государство, и вообще государство это лишняя часть, это группа бандитов, которая отбирает наши деньги. Ну, тут они, анархокапиталисты тоже между собой немножко делятся. Одни считают, что государство это раковая опухоль, другие считают, что государство это просто глисты, которые вытаскивают наши деньги. Но общее то, что анархокапиталисты считают, что государство в принципе не нужно. Это такая крайняя точка зрения, она имеет право быть. Более умеренные либертарианцы, которые называют себя минорхистами, не монархистами, а патриархами, минорхистами, то есть, которые выступают за минимальное государство, они считают, что, ну, опять же, они делятся на разные, то есть, у нас есть разные течения, есть объективисты, которые сторонники Андрейн, есть классические либералы, которые считают, ну, относят себя скорее к классическому либерализму, принципы, которые было построено в США, свободный рынок в тех условиях. Существуют всякие аферисты, там, типа, партии «Слуги народа», которые, идя на выборы, объявлялись себя либертарианцами, там, или, там, министр финансов у нас был, который тоже себя объявлял почему-то либертарианцем. Есть там партия «Пять-10», которая объявляет себя либертарианцем, вот, но для минорхистов, что общее, что они говорят, что ок, государство может быть и не ок, но оно надо, оно, все равно оно существует, и мы должны как-то с этим существовать. И, ну, и предлагают свои варианты решения проблемы. Одни считают, что государству нужно оставить, там, только Министерство иностранных дел, раз уж мы живем в мире, где существуют другие государства, там, армию, флот, полицию, ну, и дальше идет уже список, зависит от человека, что он готов отдать государству. Ну, это такая шатка достаточно позиция, потому что, чем дальше мы идем, мы все больше и больше рассказываем, и оказывается, что мы опять же оказываемся в той же ситуации, в которой, собственно, и были. Ну, тут, наверное, такое, минорхисты часто скатываются в разные стороны, то есть, если долго рассуждать, нужно прийти к мнению, что государство вообще не нужно, либо уже остановить себя в какой-то момент, сказать, что нет, вот, и искать какие-то идеальные формы государства. Например, там, республиканцы что-то придумывают, там, кто у нас еще есть, там, консерваторы, то есть, каким-то образом ограничивать государство. Ну, и можно, там, стать либерал-демократами, есть идея меритократии о том, что государством должно править, там, избранные, самые умные, самые красивые, и тогда у нас все будет хорошо. Ну, то есть, тут самые разные варианты. Это я объясняю тем, кто впервые к нам попал, и вот, удивляюсь, сейчас будет дальше потом писать гневные комменты и всякую ерунду. Поэтому, когда мы определились с базовыми понятиями, давайте все-таки проверять, какой же вы либертарианец. Итак, что, по вашему мнению, налоги? Налоги – это грабеж, налоги – это снижение уровня благосостояния людей, – ну, это корень зла. Отлично. Ну, раз мы живем в государстве, существует ли какой-то процент налогов, которые люди будут платить с удовольствием? Ежедневно, кривая лафера, которая… Кривая лафера есть, и я думаю, что она в какой-то степени может работать, но вопрос в том, что при оптимальном уровне налогообложения уровень налогов будет расти. Поэтому при уровне лаферы будет максимальная степень насилия и изъятия людей денег. Единственное, что может быть в этом хорошего, что может быть в процентном отношении, к общему благосостоянию это будет немножко меньше. Поэтому, знаете как, если мы говорим, что налоги – это зло, ну, мы можем с вами обсуждать и соглашаться с тем, что меньшее зло – это лучше, чем большее зло. Но если оно зло, и тут уже ничего с этим не поделаешь. Я пытался найти в налогах что-то хорошее, и сейчас стараюсь, иногда слушаю экономистов, либертарианцев, но мне попадаются иногда и коммунисты, и марксисты, я пытаюсь их тоже слушать, и вот так вот ставлю, мост включаю, хочу, чтобы они меня переубедили, хочу, чтобы они мне показали, что я неправ. И ни практика, которую я вижу за окном, ни у марксисты, ни у коммунисты, ни там Пикетти, этот «Капитал XXI век», я сейчас смотрю этот фильм документальный, но не могут меня убедить, потому что я вижу везде разрывы в логике, везде идут манипуляции, подмены слов, понятий. Ну, люди почему-то не боятся признаться. То есть на самом деле, вот я со многими общаюсь, с людьми, со многими, я уже не ссорюсь, но очень многих почему-то выбивает моя позиция из равновесия. И за столом, как правило, я молчу, но слово за слово заходит о либертарианстве, и я уже знаю, что нельзя чувства верующих сильно дергать, потому что люди просто вскипают, да, постоянно. И я часто думаю, почему так, и прихожу к мнению, что люди просто боятся некой правды, потому что если они вдруг это осознают и признаются, то весь мир может разрушиться. Поэтому у людей какое-то вот в голове, в мозге там как-то клепочка стоит, которая не дает людям логику эту простроить. Ну да, особенно эта логика, видно, что у вас в Фейсбуке посты периодически вызывают такое бурление говен, активное, потому что прибегают люди, которые начали рассказывать. Ну, в прошлом году мы же помним, когда там Гурин обострился, депутат наш, после постов прошлогоднего, когда он сказал, что дологи не нужны, и началась эта вся история. В этом году тоже огромное количество людей пришло, одинаковым текстом начало. И вот людей просто рвет, как хомячков, так как приятно. Ко мне обычно не приходят, они уже знают, что они бессмысленно разговаривают. А я, извините, я на самом деле не являюсь, то есть я с уважением отношусь к тем людям, которые не могут принять эту позицию. С уважением, даже с пониманием, не с уважением, с пониманием. У меня даже есть такое внутреннее ощущение, что я, когда вот идет какой-то в Фейсбуке, там коммуникация сложная, называемая с врачом, или как он еще называется. Я одеваю белый халатик, вот, представляю себе, что я главврач психбольницы, вот, и, соответственно, я же не могу на пациентов кричать, обижаться. Тем более, что я понимаю, что люди, которые со мной общаются, это мог быть и клиентами моей компании. Я не могу им хамить, грубить, я не могу на них обижаться. Более того, я сам был в их позиции еще 10 лет назад. И я прекрасно понимаю, что было у меня в голове 10 лет назад, прекрасно понимаю, что, может быть, я бы на их месте тоже так бы, меня бы тоже так разрывало, как того хомячка. И я бы, человека, который говорит о том, что налоги не нужны, тоже, может быть, бросался бы помидорами, и оскорблял бы его, и обзывал всячески. Поэтому я абсолютно с пониманием отношусь. Но, тем не менее, я считаю, что нужно, нужно, не скажу, что бороться, нужно просвещать. Потому что я тоже, у меня сейчас такая позиция, если я прав, если то, как я думаю, это истина, она победит в любом случае. И за истину нужно бороться. Если же я не прав, пускай она не победит. То есть мне не нужно, чтобы истина не победила, чтобы не победила правда. То есть я человек, который с острым чувством справедливости. Я считаю, что если так вот мир так работает, так он построен, это подтверждает и теория, и логика, и практика, то надо людей, по крайней мере, подсказывать. То есть вы считаете, что нужно все-таки просвещать каким-то образом, пытаться объяснять? Обязательно. Смотрите, обязательно. Потому что если мы считаем себя гуманистами, если мы считаем, что человек важен, я вот считаю, что человек важен, я люблю людей, и мне очень неприятно, когда люди страдают. Вот я сейчас записываю краткий курс по экономике, часовой буквально, и у меня есть там небольшой такой парадокс о том, что для того, чтобы быть богатым, не нужно выходить из зоны комфорта, не нужно менять профессию, или соединиться предпринимателем, если вы не предприниматель. А для этого достаточно изучать экономику, изучать, как построен мир. И тогда вам гарантированно, в 10 раз вы будете богаче, чем сегодня. И просто знай, как все работает. И, соответственно, если бы люди знали, как все работает, не было бы войн, люди бы не погибали, сейчас бы люди перемещались бы на самолетах, там, каких-то гиперлопах, и жили счастливо, и природа, и экология, и все бы было бы хорошо, если бы люди понимали, как все взаимодействовать. Но того, что, к сожалению, люди научились физике, математике, химии за 300, там, 400, 500 лет, геометрию мы знаем уже тысячи лет, но, к сожалению, как работает социология, как работает экономика, люди не знают до сих пор. Удивительно, ведь экономика намного проще, чем физика, намного проще, чем математика. И с физикой, с математикой нет у людей никаких конфликтов, но есть, конечно, физиков, может быть, на каких-то высоких материях, они еще могут, как вы говорите, уровни анкапов, они могут где-то там еще в облаках между собой спорить. Но, в общем, нет конфликтов. То есть, физика, она везде одинаковая, что в Китае, что в Штатах, что в Украине. Как и математика. С экономикой, к сожалению, все не так. И, знаете как, если бы люди пренебрегали законами физики, мы постоянно бы имели какие-то катастрофы. Там, самолеты падали, машины бы взрывались, пожары бы постоянно происходили. Мы бы сразу то увидели. Игнорирование законов экономики или незнания приводит к тем же последствиям. Приводит к смертям, приводит к низкой продолжительности жизни. Приводит к низкому благосостоянию, голоду и так далее. Поэтому, для меня, как человека, который любит людей, я считаю, что нужно просвещать. Если я проснулся в свое время, это уже как бы в таком вдреме, в непонятном. Ну, почему я не должен пробуждать всех, по крайней мере, кого я знаю, кого я люблю, своих родных, своих близких, своих знакомых, или благодаря сегодняшним технологиям, опять же, которые были созданы экономическим законам, да, те же камеры, которые здесь, YouTube, Facebook, созданы были на добровольных отношениях, мы можем коммуницировать, общаться. И еще раз говорю, если я или вы, если мы снесем с вами какую-то ересь, чушь и ошибаемся, мы с вами никогда не победим, да, и так нам и надо. Так нам и надо. Да. А если мы с вами говорим правду, важную правду для людей, на самом деле, то надо ее говорить. Ну, мы же понимаем, что мы все живем в обществе людей, и каждый человек преследует свои собственные цели. Понятно, что если госчиновник, он сидит на своем месте, у него тоже есть свои цели, которые он и решает. И эта цель может быть, и для достижения цели он может и закрыть фирму чью-нибудь, может объявить войну, потому что только государство может объявить войну другого государства. Только да, только не да. Люди не воюют, на самом деле, мы же с собой. Ну, люди могут воевать, но это настолько мелко и погашаемо, что, в принципе, это можно все решить в мирном порядке, не доводя это до войны. В обычной жизни люди не воюют. Ну, в обычной жизни не воюют. Ну, война, опять же, это дорогое удовольствие. То есть, если один обстрел Израиля там обходится в 50 миллионов долларов, то что же не люди, это что же государство? Ну, да. Кто-то там стоит за одной и с другой стороной. Ну, просто это огромные ресурсы, которые могут сосветочить в руках, в принципе, только государство. Просто участник, он не будет тратить свои деньги на такую ерунду, как на войну с другим. Не, почему участник может тратить, если, вот вы сейчас затронули Израиль, я эту тему сильно не разбираюсь, и не собираюсь там умничать, но глядя в последний, всех возбудило, всем понравились эти вот железный купол, эти ракеты, которые там все в этом пишут и все так озаботились. Очевидно, актуально. Я думаю, что если бы частные лица, богатые, да, которые вот проживают здесь, имели возможность покупать такие ракеты или компании, или как в 14-м году, там, какие-то олигархи собрались, собрали какие-то батальоны, добровольцы, вот, то частные лица могли бы собрать некий ресурс для защиты своей собственности, защиты своей жизни, даже если они не хотят воевать, но защищать, конечно, надо, если с той стороны и какой-то неадекватный агрессор. Поэтому, конечно же, собирают деньги государство, собирают в виде налогов и тратят их на войну, но если мы говорим, что нет налогов и люди богатые, и огромное количество не просто, а очень огромное количество богатых людей, богатых компаний, то они тоже могут в каких-то случаях собираться, договариваться и купить любое оружие, любые купола накрыть для того, чтобы их собственность и их жизни была подвержена опасности. Ну, в 2014 году Петр Порошенко купил ПВО для Киева, насколько мы помним, по слухам, по крайней мере. Ну, я не знаю, но я знаю, что даже моя компания, мы очень тоже много ресурсов тратили на гуманитарную почту мы открыли, вот, и готовы были помогать, если бы, черт, если бы была такая свобода, да, где каждая компания, вот, когда строили там стену, да, стену, вот это вот, еще я ценю, по-моему, строил ее. Если бы сказали, что, ну, вот, ребята, по километру взяли и построили там, да, каждой компании, вот, ну, ну, нужно тогда не налоги забрать, ну, я, чтобы не добровольно, то люди бы это все делали. вот, вот, критики, вас, ну, и нас, соответственно, постоянно говорят, что, если не будет налогов, то, кто же будет защищать, а как же, что, кислород в больницах, а как же, что, бедные бабушки без пенсии, кто же, им поможет, если все будут такие вот, то есть деньги себе забрали, и ушли. Вот тоже это главное, смотрите, это главная причина, почему нас с вами не любят или, не знаю, или критикуют, потому что думают, если человек против налогов, значит, он против, автоматически против пенсий, да, или он против безопасности страны, или против того, чтобы были полицейские, и тут были там, словно ли, пожары, да, и друг друга все убивали. На самом деле, все наоборот, все наоборот, и как раз, я наоборот, за то, чтобы была безопасность, чтобы у людей были большие пенсии, да, чтобы человек имел высокую социальную обеспеченность, чтобы не произошло, он знает, что все будет у него отлично, по крайней мере, что он может скопить деньги, ведь мы-то все, ну, там, переживаем за наших бабушек, дедушек, за себя переживаем, да, потому что, вот мы же не молодеем, но у нас отсутствует очень элементарная возможность накопить себе деньги, потому что у нас, собственно, денег нет, и за 20 лет гривна проходила 20 раз, вот я говорю, что то, что мог купить 20 лет назад за 5 гривен, я могу чуть-чуть купить за 100 гривен, и у людей нет ощущения, что они могут отложить, что они могут скопить, потому что вот такая вот как бы система, то есть ты сегодня сложил, завтра его уже там, и бумагу превратил, в труху превратилась, поэтому, наоборот, мы с вами за то, чтобы все, что бояться нашей критики, чтобы это было в 10-кратном размере, чтобы не просто была нищенская пенсия, на которую невозможно не то, что прожить, а чтобы этой пенсии человеку хватало, там, не знаю, там, путешествовать, там, купить отель, или вот просто вот купить себе Феррари, и на ней ездить, такие, я так вижу пенсионера, я не вижу его в злыднях, там, в хате, который там вынужден просить у государства обокрасть его, его же родственников, его же детей и внуков, чтобы дало ему кость в будку, я не хочу таких пенсий, это несправедливо, я считаю, это, это антигуманно, я считаю, что, я даже ради этих пенсионеров, не сейчас, я готов продвигать, эти идеи, потому что мне их жалко, на самом деле, люди, которые говорят о том, что если не будет налогов, умрут пенсионеры, они наоборот, за нищенское положение, я хочу богатых пенсионеров видеть, я хочу, чтобы дедушка с бабушкой сели в Феррари, сели там, не знаю, что-то еще там, в самолет частный, на яхту, вот так я вижу, люди 40 лет работали, они должны выходить на пенсию, ну, когда уже закончили работу, для получения удовольствия, так они должны жить, вот, ну, странная, конечно, ситуация, потому что люди считают, что кто-то лучше них, может распорядиться, их же деньгами, но если у меня не будут отбирать мои деньги, то я уж как-то решил, куда их деть, и как им распорядиться, но страхи, знаете, я даже анализируя психологию людей, почему так они думают, и понял, что, ну, это страх смерти, вот, у любого человека есть страх смерти, там, что ты постареешь, или, не дай бог споткнешься, станешься инвалидом, и тебе некому будет заботиться, потому, когда вы говорите, что каждый сам себе должен позаботиться, это, это людей пугает, да, они думают, что, ну, я-то могу себе позаботиться, но я не сам могу себе позаботиться, а вдруг безработица, а вдруг что-то еще, вдруг что-то произойдет, и, конечно, вот эти вот страхи, а так, если хоть как-то, ну, есть какая-то институция, которая, да, она будет грабить моих внуков, моих детей, но как-то меня, ну, не бросят меня, да, и какие-то там 100 долларов, ну, мне дадут, да, там, поесть, я не умру с голоду, и именно этот страх, страх смерти, я считаю, он доминирует в людях, и он не дает мыслить масштабно, и, да, и за вот эти места доллары, они не видят того, что они могли бы получать тысячи долларов, тысячи, да, вот если бы была свобода экономическая, да, и люди были богаты, и могли спокойненько себя откладывать, или заниматься капитализмом, да, то есть, ну, пассивный доход получать, поэтому вот, вот именно ради вот этих вот людей, честно говоря, я вот и пытаюсь вот так просвещать, то есть, из любви к людям, на самом деле, они не любим к ним, ну, ваша компания, там, новая почта, одни такой, все говорят, что совладелец новой почты, она белая, то есть, официально заявляет, что белый, вы платите, огромное количество, нереальное количество, на тринадцатом, да, вместе, на девятнадцатом, на девятнадцатом месте, это одна из компаний, группы, это не все, это не все, ну, из украинских, наверное, это первое, потому что у нас основные, столькие плательщики, ну, если не, там есть, там есть АТБ, там есть, смотрите, там есть АТБ, по-моему, то есть, в этой двадцатке, там, конечно, в основном, или табачные компании, нефтегазовые, но там, по-моему, есть несколько компаний торговых, вот, которые действительно, ну, имеют огромные, просто на порядок больше оборота, чем у нас, вот, что мы же слуги, продаем нашнии товары, то они там есть, но в целом, компаний, таких вот частных, очень мало в этой двадцатке, то есть, мы одни из очень немногих. Ну, и тем не менее, это все равно вас не спасает от того, что на вас там, в семнадцатом году прокуратура, 18, 18, да, 18, в двадцатом такие проблемы с СБУ, были постоянные какие-то вопросы с налоговой, вас депутат обвиняют в том, что вы работаете через ФОПов, смотрите, и прочее, и прочее, это очень странно, опять же, это очень нелогично, потому что, знаете как, ну, можно обвинять компанию, которая не является в топ-20 самых больших налогопотребщиков в Украине, тем не менее, нас обвиняют во всех этих смертных грехах, хотя, ну, вообще, в общем, все странно, то есть, я противник налогов, плачу все налоги, которые есть, парадокс, вот, парадокс, другой парадокс, люди, которые видят, что я плачу много налогов, говорят, что я не плачу налоги, то есть, знаете, на самом деле, вся эта ситуация, она наполнена одними парадоксами, что с моей стороны, что со стороны людей, которые говорят обратно, вот, но я уже позицию свою объяснял много раз, что, почему я плачу все налоги, в чистом виде, из-за безопасности, потому что, конечно же, это не обеспечивает безопасность, потому что, наоборот, чем больше ты платишь, тем могут на тебя больше наезжать, на самом деле, вот как это ни странно, потому что никто не верит, ну, думают, что, ну, как бы, я представляю, как в этом анекдоте, сколько ты себе там, где-то там в карман спрятал, в 2018 году, когда был наезд генпрокуратуры, с одной стороны, нас не защитило, то, что они к нам пришли, ну, они могут прийти в любую там, контору, да, там, с другой стороны, они же ничего и не, не увидели, не нашли, и потихонечку получили пиарный, репутационный удар, вот, отползли, и в июне уже закрыли это дело, через пару месяцев, вот, поэтому, как бы мы засчитали, как это нас защитило, и, собственно говоря, такая цель была, первая, защититься от местных бандитов, а второе, мы смотрим на себя со стороны, как компанию, ну, международного уровня, хотя бы еще, когда мы маленькие были, да, вот, мы сейчас маленькие, по сравнению с гигантами, вот, но, тем не менее, мы смотрим на себя со стороны мира, и, ну, мы понимаем, что, если, когда мы заходим в какую-то страну работать, то, прежде всего, мы нанимаем юридическую компанию, и мы не хотим иметь, с этими местными властью, да, не хочу сказать, там, как-то хуже, не хотим иметь проблем, да, и вот, заходя в Молдову, заходя в Польшу, заходя в какую-либо другую страну, мысли, никого не будет, где-то там подмучивать, потому, потому, ну, заниматься экономикой не по закону, которую государство тебе написало, это очень тоже дорого, это взятки, это нужно как-то, то есть, на самом деле, огромное количество транзакционных затрат, вот, поэтому, было такое решение, что, во-первых, безопасность, которая еще, парадоксально, она не защищает, вот, и второе, это мы хотим быть понятными для всего мира, потому, что, ну, так сложился мировой, мировой бизнес, они сложились так, что, в какой бы стороне ты ни находился, ты должен играть по правилам той стороны, где ты работаешь, и если ты, по какой-то причине, это не соблюдаешь, ну, не уважаешь правила чиновников, которые там написали, ну, они с тобой могут не иметь дела, да, потому, что, ну, предположим, там, кто-то захочет инвесторам в компанию, или мы выходим на какой-то IPO, и для них очень важно, чтобы мы были прозрачной, белой компанией, потому, что мы-то можем иметь отношение, там, с нашими чиновниками, а какие-то иностранцы не хотят этого иметь, они не хотят иметь проблему, потому, что, как только на них будет ходить, там, уголовное дело здесь, оно может перейти туда, и, ну, да, весь мир движется к тому, что зажимает горло этому предпринимателю, которому несчастному всю экономику зажимают, такие тенденции. даже, мы же понимаем, что любое государство сильнее любой корпорации, потому, что можно в любой момент, да, ну, например, прокуратура может прийти к вам, а может, ну, как бы, моя история в свое время была, что прокуратура открывает уголовное дело, тебя не трогают, но по всем твоим контрагентам идут следователи, и начинают рассказывать, что не надо работать вот, с этой компанией, может государство принять просто новые условия лицензирования, которые вообще уберет любую компанию, будет прописана кнопка, у них кнопка, кнопок тебе, да, и в чем кнопок много, вот, и даже, если взять, вот, если ошибочное мнение, что корпорации сильнее государств, на самом деле, это не так, не так, вот, тот же Цукерберг сколько раз попадал в какие-то сенаты, на какие-то слушания, вот, его вызывают, и его там сидят какие-то дяди, там, и вот, они его отчитывают, как пацана, вот, за то, что там, что-то там, какие-то там, что-то не так он работает, конечно же, Цукерберг будет первое сотрудничать, чтобы выжить, и он будет, в целом, и сотрудничать, и он будет избегать каких-то там проблем, зачем ему надо, то есть, он тоже предприниматель, у него тоже свои цели есть, эти цели могут быть совсем не либертарианские, это его личное дело, вот, и он тоже должен как-то лавировать, и так далее, или я слушал слушания, как британские, какие-то тоже парламент, какие-то там, не знаю, комитеты, также, по-моему, они Google, там Amazon, и вот они прямо, вот я слышал выступление этих чиновниц, или чиновников, прямо вот они отчитывают, вот отчитывают, какие вы негодяи, вы не платите налоги, там, вы там, вот прямо вот, ну, зло-злейшее, да, вот считается, и поэтому, конечно, компании пытаются как-то лавировать, но все в рамках законодательств, тех юрисдикций, где вы находитесь, ну, это такие правила игры. Точно так же, как Apple, там, передает информацию китайцам о своих пользователях через прокладки, того, что просто нет возможности, иначе будет работать, ну, хорошо, это такая плохая часть государства, но государство здесь хорошее, оно, например, может поддержать. Пример. Ну, например, поддержать бизнес. Ну, как пример, пожалуйста, у нас в Асадзе государство поддерживало кучу лет, закончилось тем, что АвтоВАЗ у нас вообще в принципе не существует, но эта поддержка закончилась очень хорошей, ну, и плюс ко всему, может принимать какие-то лоббистские законы, так должно поддерживать государство бизнес или нет? я, я уже писал, оно не может поддерживать, государство, оно может только мешать, вот, конечно, оно может одних забрать, другим дать, то есть, конечно, можно поддержать автопроизводителя, но для этого надо ограбить других производителей, там, услуг, ресторанов и так далее. В этом смысле можно потребителя ввести пошлины высокие, на фото в автомобиле, Кого-то нужно ограбить, чтобы кому-то, ну, кому-то что дать, надо кого-то ограбить, потому что они сами, у них нет своих денег, надо же понимать. В этом смысле гениальнейшая книга вообще всех времен народов, это Фредерико Бастиа, что видно, что не видно. Поэтому, когда идет помощь государства, неважно, в Асадзе или вот эти 8 тысяч предпринимателям, да, нужно понимать, что это то, что видно, да, а не видно то, что эти деньги, а где они были взяты, они у кого-то их забрали, если они их напечатали, тогда они забрали у всех, в том числе и забрали у тех же предпринимателей. нет, так они дали предпринимателям, по сути, я называю, это кэшбэк, то есть, они их грабят, просто немножко вернули. А когда я со своей мамой веду разговоры, тоже очень аккуратные, потому что, тоже, чтобы не нарушить, и мы за пенсию заговорили. Я спрашиваю, ты же понимаешь, что твоя пенсия, это не меня грабят, а тебе дают пенсию? Она сильно возмутилась, вообще, ты не прав, я столько работала, я деньги заработала. Я говорю, сомнений в этом нет, мама, не обижайся. Ты же понимаешь, ну, тебе из бюджета приходит, понимаю. Ты понимаешь, как из бюджета деньги поступают из налогов, понимаю. Теперь ты понимаешь, что это деньги, которые у меня забрали, передали тебе, понимаю, но все равно это неправда. Вот, поэтому, не бывает государственной помощи. Ну, здесь она бывает, но только в ущерб кому-то. Либо это кэшбэк, то есть, когда мы говорим, что, когда государство снижает налоги, допустим, или уменьшает регулирование. Ну, у нас ослабевает хватку. Да, то есть, ну, да, называть ли это помощью, если вам наручники немножко, да, это какая-то помощь, понимаете, вот, ну, немножко наручники увеличили в размере, или там, поводок удлинили тебе прогулять, можно назвать, с точки зрения теории относительности, да, конечно, относительно вчерашнего события, но ситуация, это, конечно, помощь, но надо картину видеть в целом. Ну, то есть, стало не так плохо, как могло бы быть, но и не так хорошо, как хотелось бы. Как должно, не то же хотелось, как вообще есть. как должно, да, как вообще есть. Ну, мы же понимаем, что, ну, у нас всё равно в стране существуют так называемые олигархи, это у нас президент с ними пытается бороться, но любой олигарх, это, естественно, результат вмешательства правительства и государства в экономику, потому что это выдаёт, ну, человек получает карт-бланш, ну, про идеи своих действий, или его не замечают, или он с кем-то делится, ну, то есть, понятно, без государственного чиновника ты не станешь вообще никак олигархом, если начинаешь свой бизнес, особенно тех, кто начинал там в 90-е, знают, чем это обычно заканчивается, но, тем не менее, вот предположим, а вы не хотите быть олигархом? Ну, давайте определение олигарха. Давайте так, предположим, чисто гипотетически, я ничего не говорю, гипотетически, у вас же есть достаточно денег, вы создаете партию, проводите разъяснительную работу, там, всё красиво, заводите свою, ну, или финансируемая вами партия заходит в парламент, ну, естественно, принимая, она, у неё есть возможность принять законы, самые разные, но один из них, например, можно установить монополию новой почты, вообще на всё, и присоединить ещё и Укрпочту к новой почте, ну, например, приватизировать Укрпочту, и вы её скупите. Ну, понимаешь, я понимаю, что вопрос, я себе его задавал тоже много раз, и, ну, вот, есть следующий, первый, я лично не хочу, вот, но это моя личная позиция, моя ценностная позиция, но это не означает, что также ответят 99% других предпринимателей крупных, потому что, ну, естественным образом, естественным образом, я должен был хотеть олигархом быть, потому что, как становятся олигархом люди, они не хотят конкуренции, ну, не хотят, то есть, люди хотят на яхте ездить, они не хотят конкурировать с молодыми силами, они не хотят дисрапторов, которые разрушают рынки, и это понятно, да, вот, не хотят, чтобы заморозить это состояние, вот это счастье, которое теперь сегодня, его заморозит, да, таким образом, компании идут, там, лоббируют законы и ограничивают себя от конкуренции, ну, то, что делают украинские вырубники, да, вот, они подговорят, что, причем искренне верят, то, что нужно защищать украинского вырубника, увеличивать таможенные пошлины, не пускать сюда иностранных вырубников, вообще, не пускать сюда импорт, ну, вот это вот борьба с импортом, и это, причем так, серьезно в голове сидит, особенно у всех производителей, вот, поэтому, конечно же, естественное положение вещей, и я, я, честно, даже не могу этих предпринимателей осуждать, потому что они действуют в своих интересах, они действительно хотят себе продлить счастье, но, это должны понимать обычные люди, то есть, обычные граждане, которые поддерживают защиту от импорта, поддерживают протекцию, поддерживают украинского вырубника, вот, именно они поддерживают, по сути, почему, говорю, что проблема в том, что вот, если бы люди понимали, как работают экономические законы, то это была бы невозможная ситуация, конечно, каждый хочет быть вечно молодым, да, и вечно богатым, но, жизнь так построена, что всегда каждый год генерация молодых ребят выходит на рынок, возникают новые предприниматели, они придумывают новые технологии, технологии на технологии, постоянно возникают дисрапторы, они пытаются тебя там смести с педестала, вот, и я вообще говорю о том, что бизнес это беговая дорожка, то есть, ты не можешь даже ходить, должен бежать всегда, да, и, но это моя личная позиция, я уверен, что я, конечно, не передумываю в будущем, да, потому что, ну, для меня, знаете, как, я не приемлю агрессии, не приемлю воровство, я вот, с детства любил правду, любил справедливость, я ненавидел воровство, с детства, да, вот, я рассказываю историю всем, что я нашел в детстве деньги, и отдал их продавцу, продавщице, да, и мне там и родители говорят, ты что, Вова, что ты творишь, это же деньги, там, 5 рублей, еще туда был, вообще был маленький, вот, я понял, что я что-то сделал не то, но я на автомате это сделал, вот, это не мои деньги, почему мы их должны брать, поэтому не хочу быть олигархом, вот, я хочу честные правила игры, я хочу на беговой дорожке бежать до 100 лет, для этого я буду воспитывать своих детей, чтобы они тоже бежали, для этого я буду превращаться, может быть, в будущем, в капиталиста, то есть, инвестировать в молодые бизнесы, инвестировать в акционерам, то есть, но я не хочу грабить, олигархи, это те люди, которые грабят у всего общества, и многие даже не понимают, каким образом, то есть, все думают, что, когда человек богатый, он украл, на самом деле, олигарх, он тоже много делает полезного, как предприниматель, да, они тоже очень, я же знаю, не вкладывают много денег в образование, в обучение, в технологии, в инновации, вот, строят университеты, инвестируют в какие-то вещи, благотворительные фонды инвестируют, и много делают добра, но, за счет ограничения конкуренции, искусственно, через государство, поэтому проблема, не в олигархах самих, а в том, что есть такой инструмент, который называется, государство, чиновник, законодательство, которым, человек, вроде меня, не воспользуется, а 90% людей, воспользуются, и я не виню этих людей, более того, сейчас борьба с этим олигархами, это борьба с симптомами, то есть олигархи, это не потому, что есть какие-то люди плохие, они везде есть, всегда будут плохие люди, хорошие люди, жадные тоже, все люди жадные, в своей степени, все хотят себе денег, но кто-то в большей степени, корень зла в том, что у них есть возможность это делать, у них есть возможность принять какой-то закон, и вот вон где корень зла, не в самих олигархах, а в том, что есть некие инструменты, есть некие системы, которые могут нажать на кнопку и конкуренцию не пускать, не пускать товары, не пускать людей на рынок, новых игроков не пускать, лицензировать, ограничивать, налогооблагать, делать все, чтобы не создавались новые и новые предприятия, новые и новые предприниматели, им было хреново, им было тяжело, они еле передвигали ноги, и таким образом, конечно, уменьшается конкуренция, но когда конкуренция уменьшается, беднеют все, даже эти олигархи беднеют, потому что наши компании украинские, они стоят в 5-10 раз дешевле, чем подобные компании, которые работают в Польше, или где-нибудь в Европе, или в Штатах. Ну, может быть, именно поэтому, вот мы начали разговор, что вы единственный либертарианец среди предпринимателей, может быть, в том-то и проблема, что предприниматели не понимают свои выгоды, чтобы быть либертарианцем. Хотя, казалось бы, в наших условиях все предприниматели должны быть либертарианцами, стараться работать в равных рыночных условиях, но когда есть инструмент, то почему бы его не использовать? Вы знаете, я думал на эту тему, почему предприниматели не либертарианцы в общей массе. Понятно, что все предприниматели хотят снижения налогов, хотят снижения регулирования, но до либертарианцев, там даже до минорхизма еще далеко. И, первое, я не осуждаю либертарианцев, у этих предпринимателей, потому что предприниматели и так, это настолько полезное для общества создание, ничего нет полезнее в этом мире, чем предприниматель. И только за это его можно любить, и надо его ставить на пьедестал, ставить ему памятники, и вот идет предприниматель, все должны становиться и аплодировать ему. Поэтому предприниматели не либертарианцы по нескольким причинам. Первое, он занят. На самом деле предпринимателю, у него голова забита бизнесом. И не всегда хорошими вещами, потому что очень часто предприниматели убытки не получаются, не получается с рынком, не получается с людьми, с технологией. Это успешных предпринимателей, которые вот такие успешные, их не так много. Очень много людей, которые постоянно в проблемах. Да даже я. Непонятно, что 75% бизнесов разоряются в первый год, а остальные... Да даже и у меня. Смотрите, я вроде как внешне успешная компания, но у нас вагон и маленькая тележка проблем, задачи, вызовов. Вы себе не представляете о себе. Просто какое... И чем дальше, тем больше, больше этих задач. Поэтому времени на подумать, как там социология, как там экономика, вот нету людей. Это по себе даже. Я до 12-го года, пока не прочитал к ним в Атланте свои плечи, я тоже был как обычно, не знаю, никто, да, я не думал об этом, я считал, что так и должно быть. Причина, что они могут лоббировать свои интересы, в меньшей степени об этом они думают, может быть, подсознательно они не хотят конкуренции, подсознательно. Так что прямо я не находил таких ответов. Конечно, есть многие компании мечтают стать олигархами, наверное, крупные там, да, но прямо так, чтобы прямо открыто вот, говорю, да, я хочу быть олигархом, хочу, чтобы меня сделали монополистом, такого я не слышал, конечно. Ну, вот, наше время заканчивается, просто, и закончим, наверное, такой красивый цитат, который я нашел в комете под вашим послом. Один из ваших читателей написал, что никто не хочет взять на себя ответственность и запомниться человеком, который сказал, что пенсии не будет, пособий не будет, все социальные программы сворачиваем, медицина только платная, образование в университетах только платное, и все госимущество продаем с молотка, потому что за 30 лет оно все разворовано или сгнило, денег нет и не будет, работать будете по 12-14 часов 6 дней в неделю, и хоть какой-то уровень развития увидят только ваши внуки, и может быть и не увидят, потому что мы безнадежно отстали. Вы согласны с этим? Или у вас есть более оптимистичная? Абсолютно не согласен, ведь абсолютно не согласен. Во-первых, ошибка ставить равно между либертарианцем и отсутствием пенсии. Это ошибка. Либертарианцы это в пенсии умноженное в 10, там и в 100, это раз. Второе, люди не представляют себе насколько быстро предприниматели могут вообще развиваться. Вот я, ну, вот нам кажется, чтобы что-то поменять в стране, нужно 40 лет, там 30 лет, говорят. Буквально годы. Вот дайте свободу здесь на год, на два, результат будет завтра. Просто я даже сам, честно говоря, не до конца осознаю той силы предпринимательства, особенно, если мы возьмем не только украинских предпринимателей, а возьмем примерно всего мира, которых очень, денег так много в мире, вот они стоят так с баблом и ждут, куда вложить деньги. Вот просто триллионы денег, куда их вложить. Потому что огромное количество капиталистов, которые уже семьи, да, сложить, имеют кучу денег, работать не хотят, хотят, чтобы, ну, инвестировать, да, то есть, тоже работа, но это уже такая вот. Поэтому, как только не будут мешать предпринимателям развивать страну благосостояние, здесь будут расти вот эти небоскребы, компании, заводы, просто вот на глазах. Мы не отдаем себе отчет, что предприниматель такое создание, которое может на ровном месте за годы, за годы, не за десятилетия создавать здесь богатство. Поэтому не нужно думать, что это будет в каких-то поколениях третьих. Это будет, в принципе, завтра, буквально. То, что эволюционно, может быть, люди будут меняться, да, ту же экономику, может быть, годы уйти, да, но как только с момента, условно говоря, там, полной экономической свободы, мы будем это видеть просто вот на глазах просто. Ну, это вот, вот надо, я не согласен с этим человеком, вот все будет прямо здесь и сегодня, да, все будет отлично, я оптимист на самом деле, верю. Как сказал однажды Владимир Золотрев здесь в студии о том, что либертарианцы не утописты, мы не знаем, какой будет идеальный мир, но мы знаем, что предпринимательство и свободная экономика просто делают чудеса, такие, которых мы представить себе пока еще просто не можем. соглашусь просто вот, вот, соглашусь, с этим, с этим читателем, я соглашусь. С этим, да, человеком особо что-либо. А поэт, Владимир Золотрев это наш классик, репертарианство в Украине, поэтому с ним труд мало людей, кто не может согласиться. Я говорю, что я рад, что я живу в эпоху Владимира Золотрева. Все, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем, как всегда у нас все замечательно, самое главное, что вы не забывайте подписываться на наш канал, у нас пока еще мало подписчиков, нам нужно вас больше, чем больше людей будет знать о либретарианстве, чем больше будет свободных людей в нашей жизни, тем нам всем будет проще, и как мы сейчас выяснили с Владимиром, изменения произойдут буквально на ваших глазах, быстрее даже, чем мы думаем. Еще раз, не забывайте подписываться и ставить лайки, до встречи на следующей неделе. Все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok